Кассета 1. Отечник, составленный епископом Игнатием Бринчаниновым. Избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные епископом Игнатием Бринчаниновым, с приложением снимка, с его рукописи, предисловие к первому тому аскетических опытов. Издание третье, исправленное. Санкт-Петербург. Издание книгопродавца Тузова. 1891 год. От Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета печать дозволяется. Санкт-Петербург. Сентября 7 дня 1890 года. Цензор Архимандрит Тихон. Синодальная типография. Вступление. Внимательное чтение этих изречений и повести. Навевает на читателя, как из рая, из первых веков христианства, благоухания святой простоты и истинного служения Богу, осененных обильно божественную благодатью. Оно может направлять деятельность монаха на истинный путь Бога угождения, доставляя на эту деятельность самые верные взгляды. Оно может приносить утешение в разнообразных скорбях, восстающих на душу монаха, в душе монаха, устремляющихся на него извне, и может питаться и поддерживаться мирное и молитвенное настроение монаха, как елеем питается и воздерживается горение светильника. Кто усвоит себе предложенное здесь учение отцов, тот, находясь в среде общества человеческого, стяжет сердечное безмолвие. Кто же останется чуждым этого учения, тот и в уединеннейшей пустыне, и в неисходном затворе, будет возмущен молвой помыслов и живописи мечтаний, будет проводить жизнь мирскую. Приводится сердце в безмолвие душевным деланием, соединенным с болезнованием или плачем сердца. Это преподобный Варсамофий Великий. Постараемся привести сердце в безмолвие. В этом сущность монашеского подвига. От сердечного безмолвия рождается истинное смирение. Истинное смирение соделывает человека обителью Бога. Преподобный Варсамофий Великий. Ответ 210. Наставит на такой подвиг изречения отцов примеры точного исполнения евангельских заповедей, составляющего отличительную черту их деятельности. Краткие и простые изречения. Деятельность отцов – деятельность младенцев, о Господи. Но и изречения и деятельность их имеют глубокий смысл и глубокое значение. Они драгоценны, как плоды святого опыта, как точное, непорочное выражение воли Божией. К некоторым изречениям и повестям присовокуплены объяснения, потому что смирение отцов в нравственные правила и учения их не всегда ясны для незнакомых с духовной монашеской жизнью. Братья, читайте и перечитывайте предложенное здесь учение. Вскоре вы усмотрите в нем чудное свойство. Оно преисполнено жизни и силы. Оно пресно-юнно. Оно читается каждый раз, как бы читалось в первый раз, изливая в душу читателя обильные струи духовного разума и благодатных ощущений. Далее, рукопись епископа Игнатия, 1863 года, Николаевский Бабаевский монастырь. Избранные изречения отцов, преимущественно египетских, которых имена дошли до нас, и повести из жития этих отцов. Антоний, великий преподобный Ава, египетский пустыножитель, сказал, Братья, будем веровать в Господа нашего Иисуса Христа и поклоняться Ему. Покорим себя Ему и подчимся исполнять волю Его во всякое мгновение. В другого Бога, кроме Его, не будем веровать. Он, Бог великий, Господь господствующих. Будем словословить Его воистине и правде. Не приуподобим Его никакой из тварей, ни из находящихся на небеси горе, ни из находящихся на земле низу, потому что все это сотворено им, и Он есть прежде всего и пребудет вечно. Не будет иметь никакого конца. Будем веровать в Него и поклоняться Ему, чтобы царствовать с Ним и в вечности наслаждаться Его благами. Он царь царей, и все царства от Него суть. Будем веровать в Него от всего сердца нашего и жительствовать по заповедям Его, потому что вера без дел мертва есть. И Он помилует нас в царстве Своем, когда изыдем истранствование, определенного нам в мире всем. Истинно блажен Тот, Кто бодрствует над Собой и исполняет заповеди Господа нашего Иисуса Христа. Он сподобится истинного разума, исходящего от Господа, и возможно сказать, «Удивись, а разум Твой от Мене». Не погреши в вере, чтобы не прогневался на Тебя Создатель наш. Кто не содержит права и веры, тот приуготовляет пищу неспящим червям и жертву князя темниц адских. Дух Его чуж, жизнь вечная. Он явный отступник от Бога. Страшитесь отступления от веры, как начало всех зол. Будем веровать во имя Господа Бога Отца и Сына, и Святого Духа. Чтобы исполнилось над нами сказанное в Писании, те, которые веруют в Господа, они, как гора Фион, не подвигнутся вовек, живущие в Иерусалиме. Псалом 124. «Твердое основание всех святых – вера, и ею они заключили усталь львов и угасили пламень огненный». «Сколько непостижимо сила и могущество Божие, столько непостижимы и действия Его! Как неизмерима Его премудрость, так и пути Его неисследимы. Может Бог исполнить то, что обетовал. Почему не допустим себе неверие, чтобы не подвергнуться осуждению более за неверие, нежели за беззаконные дела? Погрешить делами – это признак немощи. Допускать себе неверие – признак дерзкого легкомыслия и безрассудности. «Да коли имеем время, пощадим самих себя и будем умолять Бога о прощении и согрешении наших, чтобы Он не повелел, связавши нам руки и ноги, ввергнуть нас во тьму кромешную, в которой плач и скрежет зубов». Что означает плач и рыдание, как небезмерность жестоких и ужасных мучений? И что изображается скрежетом зубов, как невеличайшее сожаление о соделанных грехах? Тогда, а это случится, наверное, тогда начнем негодовать на самих себя, раскаиваясь из крежища зубами, когда покаяние не будет иметь места, когда не будет от него никакой пользы, когда время, данное на покаяние, минует. Имея возможность у милости ведь Бога в краткое время земной жизни служением Ему, имея возможность освободить себя от гиенны и вечных мук, зачем пребываем в нерадении и презирая заповеди Бога служим нашим похотениям, подвергаем себя неизбежной казни. Бог наш, великий и человеколюбец, богатый в милостях, всемогущий в действовании своем, сам да поможет немощи нашей, да не спровергнет скоро сатану под ноги наши, да дарует нам силу и духовный разум, чтобы мы, в оставшееся нам время, послужили Ему с верности, воистине, и сподобились милости Его в страшный день суда Его. Великую силу имеет тот, кто подвизается в течение всей жизни и ежедневно до последнего издыхания находится в осторожности от Искусителя, которым преследуется. Я молил Бога, чтобы Он показал мне ополчение, окружающее и защищающее монаха. И увидел монаха, окруженного светильниками. Множество ангелов с обнаженными мечами в руках охраняли его, как зеницу ока. И вот голос с неба говорящий, «Не допустите Ему покоя, доколе праведный живет всем мире!» Увидев такое ополчение отовсюду, объемлющее монаха, я вздохнул и сказал сам себе, «О, Антоний! Все это дано монаху, и при всем этом превозмогает его дьявол! Монах нередко падает!» И пришел ко мне глаз от милосердного Господа. «Дьявол никого не может не спровергнуть! Такой власти он не имеет, потому что я пришел, восприяв на себя человечество, и стер в прах могущество его. Но человек сам своим похотением и сладострастием сокрушает себя и падает!» Я сказал, «Неужели каждому монаху дана такая сила?» И были показаны мне многие монахи, сподобившиеся ее. Тогда я воскликнул и сказал, «Блажен род человеческий, в особенности же множество иноческое воинство, имея столь милосердного, столь человеколюбивого Бога!» По этой причине озаботимся о спасении нашем. Не будем пренебрегать им, чтобы удостоиться небесного Царства при содействии благодати и милосердия Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом и Святым Духом да будет слава вовеки! Здесь, с одной стороны, служат величайшим утешением свидетельства о обильной помощи Божией, поспешивающей каждому подвижнику благочестия, в особенности истинному иноку, за его особенное самоотвержение. С другой стороны, свидетельство о том, что во все время земного странствования рабу Божию не предоставлено успокоения, предоставленная борьба и подвиг служат вразумлением, чтобы мы не предавались унынию, видя, что непрестанно подвергаемся разнообразным скорбям. Такова нас воля Господа Бога нашего. Будем совершать земное странство и наше в страхе Божием. Нам предписано служить Богу в страхе и трепете, и таким образом изработать спасение наше. Ничего не драгоценнее страха Божия в Господе нашем Иисусе Христе. Начало всех добродетелей, начало премудрости, страх Господень. Страх Господень — слава, благодать великая. Страх Господень искореняет из души все грехи и всякий вид лукавства. Свет, войдя в темный дом, изгоняет из него тьму и освещает его. Так страх Господень, вошедший в сердце человеческое, разгоняет мрак его, наполняет его всеми добродетелями и премудростью. Гордость и высокоумие низвергли дьявола с неба в преисподнюю. Смирение и кротость возносят человека из земли на небо. Чадо мои! Рыба, вынутая из воды, умирает. Так уничтожается и страх Божий в сердце монаха, допускающего в себе частые выходы из кельи. Страх Господень соделывает человека свободным и спасает его от грехов, от уготованных грешникам вечных казней и от злейшего дракона. Страх Господень, пребывая в человеке, хранит его и сберегает до того времени, в которое человек скинет с себя тягостную ношу, тело. Тогда страх Господень соделает питомца своего наследником блаженства святых для радования с ними радостью вечную, как и Писание возвещает. Страха ради твоего, Господи, во чреве, прияхам и поболехам и родихам дух спасения твоего. Исайя 26, 18. Страх Господень и памятование смерти да будут непрестанно пред отчами нашими. Возненавидим мир и удалим от себя все, чем приносится плоти наше наслаждение. Эту краткую жизнь проведем так, чтобы нам жить в Боге, который потребует от нас отчета в день суда. Алкали ли мы, жаждали ли, претерпевали ли наготу, пребывали ли в плаче, воздыхали ли из глубины сердец наших, рассматривали ли себя, достойны ли мы Бога. Будем погружаться в плач и сетование, чтобы обрести Бога. Презерим плоть для спасения душ наших. Делание монаха, превосходящее все другие, самое возвышенное делание его заключается в том, чтобы он исповедовал грехи свои пред Богом и своими старцами, чтобы укорял себя, чтобы был готов до самого исхода из земной жизни встретить благодушно всякое искушение. От постоянного исповедания грехов пред Богом и отцами открывается зрение греховности своей. Напротив того, грехи, неисповеданные, как бы не признаются грехами и удобно повторяются. Постоянным самоосуждением и самоукорением усиливается сознание ощущения греховности. Вполне ощутивший греховность свою и сознавшийся в ней, естественно, признает себя достойным всякого попустительного наказания от Бога. Будьте мужественны и вместе великодушны. Бог пребывает в человеке великодушным. Великодушный соответствен воле Божией во всякое время. Святые соединены с Богом простотою и своею. Простоту найдешь в человеке, исполненном страха Божия. Имеющий простоту совершенно и подобен Богу. Благухает он благоуханием сладчайшим и благодатным. Исполнен он радости и славы. Покоится в нем святый дух, как в своей обители. Как густой лес, когда они брегут о нем, истребляется пожаром. Так лукавство, будучи допущено в сердце, губит душу, вместе оскверняет тело, приносит многие нечистые помыслы. Насмехается лукавый над простыми и всеми добрыми. Сердце его объемнится многочисленными, сквернейшими помышлениями, насеянными дьяволом. Понуждающими ум скитаться повсюду, возбуждающими в душе внутреннюю борьбу. Гордость сердца ненавистна Богу, ангелам и святым его. Имеющий в себе гордость, причастник дьяволу. По причине гордости преклонились небеса и поколебались основания земли, возмутились бездны, пришли в смятение ангелы и притворились в демонов по причине гордости сердца. Прогневан гордостью всемогущей. Повелел он бездне низвернуть из себя огонь и огненному морю воскипеть огненным волнением. По причине гордости он учредил ад и муки. По причине гордости учреждены темницы и биения, которыми терзается дьявол за гордость сердца своего. По причине гордости устроено преисподнее, сотворен червь неумирающая и неусыпающая. Будем подвязаться о чистоте даже до смерти и храниться от всех нечистот, которые не свойственны естеству, по словам первенца между пророками Моисея. В особенности будем остерегаться от дела разврата. Ангелы пали и извернутые из своего состояния славы и чести, дозволив очам недозволительное воззрение. Нет ничего хуже, как смотреть с вожделением на женщину. Это мнение великого Антония, посвященного деснице Божьей в тайны мира духов, неудобно понятно для чуждых такого познания. Но Священное Писание свидетельствует, что падший дух любил женщину и убил семь юнош, за которых она поочередно выходила замуж. Давид 6.15 Некоторые из падших духов столько преданы плотскому вожделению, что от него заимствовали свой характер. Они именуются блудными бесами, в отличие от других бесов, преданных другим страстям. Коринфянам 6.18 Некоторые убиты по причине супруг своих, другие по причине сестер, иные по причине дочерей. Всему же этому поводам было нечистое вожделение. Не будьте рабами сквернейших, ниже естественных страстей, ни срамных похотений, столько мерзостных пред Богом. Имя Божие напишите на сердцах ваших, непрестанно дораздается внутри вас глаз. Вы есть храм Бога живого и место Святого Духа. Человек, обольщенный нечистым вожделением, подобен перед Богом бессловесным скотам, лишенным всякого сознания. Знай, что в душе находится естественное движение вожделения, но оно не производит своего действия, если не последует на то согласие души, потому что вожделение только усвоено телу и движется, но не движется греховно и понудительно. Находится в душе также и другое действие, которое рождается из покоя и наслаждения телесных, воспламеняет кровь и движется с производством своего действия. По этой причине божественный апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, в котором есть распутство. Также Господь заповедовал своим апостолам в Святом Евангелии, внимайте себе, чтобы не отягчались сердца ваше объедением и пьянством. Кроме этих двух движений имеется еще движение, которое возбуждается в подвижниках от зависти и коварства демонов. И так надо знать, что возбуждение телесного вожделения бывает троякое, а одно естественное, а два другие предходящие. Из этих двух одно происходит от излижества в пище и питье, другое производится демонами. Зависть следовательно от нас, от нашего свободного произволения, исполнения и отвержения требований и вожделения. Сведения, сообщенные здесь с Великим Антонием, имеют особенную важность для каждого монаха, внимающего своему спасению. В первом случае должно с трезвением наблюсти за собою, не позволить себе никаких размышлений, мечтаний сладострастных, которым является расположение при движении телесного вожделения, и оно прекратится само собою. Во втором должно обратить внимание на качество и количество пищи, также на количество сна, обуздать действия вожделения воздержанием. Действие демонов познается из усиленного, иногда внезапного и кратковременного, иногда постоянного и продолжительного нашествия блудных помыслов и мечтаний, покушающихся привлечь ум в общение с собой и возбудить в теле вожделение, которому тело, усмиренное подвигом, не склонно или мало склонно. Потому-то святой Антоний говорит, что последнее случается не с кем иным, а именно с подвижниками. Тогда нужно осмотреться, не осуждение ли братья, не вкравшиеся или самомнение дают повод демонам искушать блудом, не способного к блуду. Во всяком случае, попущением такой брани подвижник призывается промыслом Божиим к преуспеянию и потому достанет мужественно против невидимых врагов. «Если случится кому по наущению дьявола подвергнутся падению, тот да восстанет покаянием, да прибегнет к тому, который не шел на землю для спасения одной овцы, увлеченной грехом в заблуждение». Сам Господь повелел нам изыскивать мира, чтобы стяжать его. Тщательно познаем значение мира Божия и устремимся к нему, как и Господь сказал «Мир мой даю вам, мир мой оставляю вам, чтобы никто не мог укорить нас, что мир наш мир грешников». Будем убегать ненависти и распри. Кто находится в дружбе с зараженными ненавистью и сварливым, тот находится в дружбе с хищным зверем. Точно доверяющий себе себя зверю безопаснее того, кто доверяет себя сварливому и зараженному ненавистью. Не отвращающийся от сварливости и не гнушающийся ею, не пощадить никого из человеков ниже друзей своих. Господствуй над языком и не умножай слов, чтобы не умножить грехов твоих. Наложи перст на уста твои и узду на язык твой. Многоглаголевый человек никогда не оставит себе место во обитель Святого Духа. И ночью и днем обращается в устах твоих имя Господа, и будь заслажден духовной солью. Если кто из новоначальных начнет говорить с тобой и спросит о чем-либо, относящемся к душевной пользе, отвечай ему. Если же заговорит о неполезном для души, будь подобен глухому, который не слышит, и немому, который не говорит. Похотение злое превращает сердце и изменяет ум. Удали его от себя, чтобы не огорчился живущий в тебе Дух Божий. Господь да то ли хранит душу твою, да коли ты хранишь язык твой. Не будем глупы. Глупы ставят все ни во что. Почему и говорится, что глупы и безрассудны одинаково погибают. Все грехи мерзостны перед Богом, но мерзостнее всех гордость сердца. Если будем благословлять злословящих нас, то есть говорить о них доброе, этим возложим уже узду на уста наши. Будем бодрствовать. Установим благое трезвение в храме Духа нашего. Если будешь иметь трезвение, благоустроишь Дух твой. Имеющий трезвение садился уже храмом Божиим. Блажен бдящий при вратах мудрости. Против трезвящего и бодрствующего не имеют никакой силы страсти. Если даже он падет по злохитрости искусителя, то его немедленно подымут трезвение и бодрствование его. Напротив того, невнимательный и ленивый, не пребывающий бодренным в служении Богу, если падет, увлеченный искушением дьявола, не видит даже совершаемого им греха. Сердце его ожесточено, а оно подобно камню, оно подобно объезженному и обузанному коню, на которого непрестанно садятся разные всадники, которым он не может противиться. Стяжите трезвение, чтобы каждое столкновение с врагом не низлагало вас. Нерадивый подобен разрушенному дому без жителей, не имеющему никакого значения ни для кого, притираемому всеми, как жилищу змей, скорпионов и диких зверей. Никто о нем не заботится, как о находящемся в разрушении и падении. Таково состояние нерадивого. Ты не найдешь в нем никакой божественной добродетели, которая охраняла бы его или жительствовала в нем. Старайтесь сохранять трезвение, не оставляйте его, чтобы не подвергнуться преобладанию врагов. Доколе пребывает в человеке изящное душевное делание, трезвение и попечение о богоугождении, да то ли оно предохраняет его от преткновений и падений, восставляет из них, и соделывается этот человек местом упокоения Святому Духу, совершает путь свой благополучно, удостаивается в мире достигнуть страны упокоения святых и услышать славный и сладостный глаз. Сердце сокрушенное и смиренное Бог не презрит. Девство есть знамение неповреждаемое, совершенное и неприменяемое подобие, духовное, святое жертвоприношение, высота, место, с которого удобно усматривается путь, ведущий к крайнему пределу совершенства. Оно венец, сплетенный из высших добродетелей, уничижающий девство наносит бесчестие Богу и ангелам. Никто, никто из воинства противников не дерзает нападать на девство, не имеет сил напасть на него. Однако, никто из девственников не должен хвалиться девством. Оно благий дар самого Бога. Девственник устраняет от себя мысль о женщинах, плотские помышления, гордость, сердце и любовь ко всему, что вводит в общение с дьяволом. Девственник прогоняет от себя ропот, ненависть к человекам и славу мира. Он прилежит благочестивым подвигам. Воздерживает язык, чрево укращает постом. Украшенный этими подвигами, он соделывается жертвоприношением без порока и скверны. Смерть обитает в том, у кого язык, меч обоюдоострый. Таковой вступил в союз с вечной смертью и приготовил себе погибель и жилище в аде. Он не будет иметь наследия в земле живых, творящих волю Божию. Рассмотри и найдешь, что человек двуязычный губит душу свою, смущает знакомых и друзей, расстраивает общество, содействует совершению всякого зла и принимает в нем участие, непрестанно устрояет ближнему козни. Удаляйтесь, возлюбленные братья от двуязычного, никак не вступайте в дружбу с ним. Вступивший в дружбу с ним вместе с этим подчинился смерти. Пункт сорок. Лукавый человек во-первых обманывает свою собственную душу, лукавство его обращается на главу его, как написано в псалмах, обратиться болезни его на главу его, и наверх его неправда его снизит. Не своди знакомство с человеком лукавым, дружба с лукавым, дружба с дьяволом, псалом 7, 17. Настанет некогда время, и человеки вознегодуют, увидев неповерженного общей болезнью, неподверженного, восстанут на него, говоря, ты по преимуществу находишься в недуге, потому что неподобен нам. Страница 11. Здесь весьма не лишним будет заметить, что этому одному надо очень остеречься помыслов ложного смиренно-мудрия, которые не приминут быть предъявлены ему демонами и человеками, орудиями демонов. Обыкновенно в таких случаях плотское мудрование возражает. Неужели ты один прав, и все или большая часть людей пошибаются? Возражение не имеющее никакого значения. Всегда немногие и весьма немногие шествовали по узкому пути. В последние дни мира этот путь до крайности опустеет. Помышляй всегда и говори себе, не останусь в этом мире долей этого дня, и не будешь согрешать пред Богом. И днем, и ночью болезну о грехах твоих. Непрестанно печалься о грехах твоих, как бы ты имел постоянно мертвеца в доме твоем. Вожги светильник твой, елея мочей твоих и слезами. Прежде всего приносите молитву непрестанную, не прерывая ее, и за все случающееся с вами благодарите Бога. Всеусильно старайся приносить непрестанную молитву со слезами, чтобы Бог умилосердился над тобой и совлек в тебя образ ветхого человека. наблюдая установленные часы для молитвословий и не пропускай ни одного из них, чтобы не подвергнуться за это суду. Хранись, чтобы ум твой не сквернился воспоминаниям прежних согрешений и чтобы не обновилось в тебе ощущение их. Помышления твои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти душу твою. Никого ни по какой причине не обличив недостатки его. Отнюдь не употребляй божбы ни в том, что сомнительно и ни в том, что верно. Люби смирение, оно покроет тебя от грехов. Будь готов отвечать на всякое слово, которое услышишь. Прости меня, потому что смирение разрушает все козни врагов. Прилежи делам, которые здесь предложу тебе, а именно труду, нищете, страничеству, злостраданию и молчанию, потому что они соделают тебя смиренным. Смирение же доставляет доставляется оставление всех грехов смирением. смирение состоит в том, когда человек признает себя грешником, не делающим никакого добра пред Богом, когда он тщательно наблюдает молчание, когда вменяет себя за ничто, когда не усиливается, чтобы кто-либо принял его слово, когда отвергает собственную свою волю, удерживает зрение, имеет смерть перед глазами, воздерживается от лжи, не произносит пустых слов, старшему не противоречит, терпеливо переносит бесчестие и понуждает себя переносить труды и скорби. Во всем поведении твоем наблюдай скромность. Лицо твое будет постоянно печальным, кроме тех случаев, когда посетят тебя странные братья. тогда прими веселый вид и посеется в тебе страх Божий. Отнюдь не знакомься с мирянами и не подражай фарисею, который все делал напоказ с человеком. Делами твоими, каковы бы они ни были, не превозносись. Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих. Если увидишь, что брат впал в грех, то не соблазнись на него, не презирай и не осуждай его, иначе впадешь в руки врагов твоих. Отнюдь не тщеславься и не смейся, избегай любопрения и спора. Церкви отнюдь не говори, спи мало в меру, и будут наблюдать над тобой ангелы. 66. Не ешь до сытости, мясо вовсе не ешь. Не будь сластолюбив и предан объедению, чтобы не возобновились тебе прежние твои согрешения. Не разрешай посты иначе как по величайшей болезни. Ежедневно умершляй себя. Если посетишь кого-либо из братьей, то не оставайся долго в его келье. Не имей свидания с твоими родственниками, не позволим приходить к тебе и не ходи к ним. Если идешь с братьями, то иди несколько одаль от них, чтобы сохранить молчание. Путешествуй не озирайся направо и налево, но внимай псалмам твоим, молись умом Богу во всяком месте, где бы ты ни находился. Не позволяй себе свободного обращения с жителями того места. Понуждай себя к рукоделию, и будет обитать в тебе страх Божий. Возлюбит труд, и скоро пошлется тебе спокойствие от Бога. Не надевай одежды, которая приводит тебя в тщеславие. Как развалина, находящаяся вне города, служит к складу всех смрадных нечистот, так душа лениного и слабого в исполнении монашеских постановлений соделается вместилищем всех страстей и всякого зловония. Сын мой, келью твою обрати в темницу для себя, потому что совершилось все относящееся к тебе как вне, так и внутри тебя. Настоит, настоит разлучение твое с этим миром. Как рыбы замедленно сушу умирают, так и монахи, пребывая вне кельи с мирскими людьми, утрачивают способность к безмолвной жизни. Как рыбы стремятся в море, так и нам должно стремиться в своей келье, чтобы не забыть о внутреннем делании, замедляя вне их. Помни, что согрешения твои достигли полноты своей, что юность твоя уже прошла. Настало, настало время твоего отшествия, время, в которое ты должен дать отчет в делах твоих. Знай, что там не искупит брат брата, не освободит отец сына. Сын мой, прежде всего не вменяй себе ничего, из невменяемости рождается смирение. Невменяемость получения отцов состоит в том, чтобы не признавать себе имеющим какой-либо добродетель и какое-либо достоинство. Признание за собой добродетели и достоинства есть пагубное самообольщение, называемое святыми отцами мнением. Мнение отчуждает человеков, зараженных им от искупителя. Отвергни око лукавое, стяжи око простое. Не страшись бесчестий, наносимых человеками. Не оставь воли Божией для исполнения воли человеков. Не ропщи и не позволь себе оскорбить кого-либо. Не завидуй тому, кто преуспевает при посредстве неправд. Но считай всех человеком высшими себя, и сам Бог будет с тобою. Не подражай тем, которые пристрастились к наслаждению мира сего, потому что они никогда не преуспеют. Но подражай тем, которые скитались в горах и пустынях ради Бога, и осенит тебя сила свыше. Сын мой, не умножай слов, многословие удалит от тебя Духа Божия. Сын мой, не живи с гордыми, живи со смиренными, не будь лицемером или предпорщиком, не будь лжецом, не говори с гневом, да будут слова твои, так, как в молчании твое исполнен благоразумие и мудрости. Слова мудрейших отцов наших были разумны и премудры, подобным было и молчание их. Да будут слова твои, так, как и молчание твое исполнены благоразумие и мудрости. Не оправдывай себя пред человеками, но в душе твоей будь мудр, кроток, великодушен, терпелив, тщалив, исполнен любви к человекам. Не допусти сердцу твоему сделаться непотребным, питая в нем помышления злые. Постарайся сделать его благим, взыщи благости и мира, стремись совершать все святые добродетели. Не возвышай голоса твоего. Находясь в обществе братьей, сохраняй молчание. Если понадобится тебе отнестись к ним о чем-либо, то скажи им об этом кратко и со смирением. Обесчещенный, не возненавидь обесчестившего. Скажи сам себе, я достоин того, чтоб все братья осыпали меня обесчестиями. Если кто укорит тебя в каком-нибудь виде греха, которому ты не причастен, смири себя перед укорившим и наследуешь нетленный венец. Не преклони слуха, чтобы услышать зло о ближнем. Будь другом человеком и стяжешь жизнь. Не воздавай зла на зло, укоризм за укоризмом. Написано негде, если ты не смиришь сам себя, а то я смирю тебя, сказал Господь. Не возносись гордостью, не провозглашай, не кричи, не говори громко и поспешно. Кто умножает слова, тот не может прибыть чистым от греха. Ни счета, ни что иное, как воздержание и довольство своим положением. Странничество и пустын на жительство заключается в удалении от молух. Странничество ради благочестия значит благочестно пребывать в келье. Странничество заключается в том, когда человек воздерживает уста свои. Уста договорят всегда правду. Некоторые измождили тела свои постом и прочими телесными подвигами, но прибыли далекими, устраненными от Бога, потому что не имели духовного разума. «Сын мой, люби бесчестие более, нежели почести, люби телесные труды более, нежели упокоение тела, люби ущерб в стяжаниях мира сего более, нежели приобретение». Возлюбленный сын, доколе ты находишься в состоянии подчинения, внимай тому, что говорится тебе, старайся понять говоримое и тщательно исполняй его по значению и смыслу его. Если посетишь общество подобных тебе верных христиан и иноков, преимущественно избери для себя слушание и молчания, старайся понять то, что говорится тебе. Приобретение от этого превосходнее приобретение от речей, если б ты позволил себе произносить их. Любитель празднословия и многословия не способен ни к какому доброму делу. Сын мой, великая слава при обучиться молчанию. Молчание подражание Господу нашему, который не в то же отвечал, а что пилать дивился. Чадо мои, есть нечестие, которое было выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним. Язык твой да руководится разумом твоим. Слова произнесены необдуманно волчцы терния. никому не предлагай того, никого не учи тому, чего прежде сам не исполнил на деле. Молитва, совершаемая с небрежением и леностью, празднословие. Отступи, ускори это сделать от человеков, чуждых благоразумия и духовного разума. Если изучишь какие-либо добродетели, не хвастся, не говори «то и то я сделал и исполнил». Такое хвастовство признак величайшего неразумия. Муж мудро основательно знает значение обстановку пути своего. По этой причине он не спешит говорить, но выжидает и рассматривает, что следует ему сказать и что выслушать напротив того, не воспитанный правильным иноческим воспитанием, не останавливается объявлять даже поверенные ему тайны. Тому, кто не внимает словам твоим, не говори их. Друзей твоих предварительно подвергай испытания и не своди со всеми близкого знакомства. Если заведешь обширное знакомство, не доверяй всем, потому что мир сквашен на лукавстве. Вдруг себе избери одного брата, боящегося Господа, и приепись к Богу, как сын к Отцу, потому что все человеки, за исключением немногих, предались лукавству. Земля преисполнилась суетности, попечений и скорбей. Если любишь безмолвие, не примешивая из себя к тем, которые в сердце, которых всецело устремлено к суетности. Если случится нечаянно быть с ними, будь как чуждый им. Если желание благоугодить Богу, желаешь почти Христа, Он освободит и защитит тебя. О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори, исполни его, не разгласив о нем предварительно. Не люби похотений любящего похотения своих, когда он просит чего у Бога, Бог не слушает. Во всем наблюдая смирение, в наружности своей, в одеждах твоих, в сидении, стоянии, хождении, лежании, в келье и принадлежностях ее. Во всем жительстве твоем, усвой себе обычай нищеты. Не счислася ни в речах твоих, ни в словословии, песнопениях, приносимых Богу. Когда случится тебе быть ближним твоим, слова твои да не будут растворены хитростью, коварством и обманом. Не обвини и не укори кого-либо необдуманно и поспешно. В этом падение твое. Предвари действия твои воспоминаниям, исшествия твоего из тела и не забывай памятствования о вечном осуждении. Поступай так, не согрешишь вовеки. Пустыня удобное место для размышления о смерти, убежище от причин, возбуждающих плотские вожделения. Употребляй простейшую пищу. Ощутив гнев, тотчас отвергни его далеко от себя, чтобы радость твоя о Господе прибыла не нарушенная до конца. Умоляю, как юношей, так и старцев, чтобы они не дозволяли гневу обладать собою. Мужество не что иное, как пребывание в истине при твердом противоборстве невидимым врагам. Если будешь постоянно противоборствовать им, то они отойдут, исчезнут окончательно и никогда не возвратятся. 130 пункт. Будь мудр. Молчанием загради уста клевещущих на тебя. Не оскорбись, если кто будет говорить худо о тебе. Это действие нечистейших духов, старающихся устраивать препятствия человеку к получению духовного разума. Удали от себя ненависть. Охраняй себя от вожделений твоих, равно как и от скверных помышлений. Апостол Иоанн, соделавшись обители Святого Духа, совмещает в следующем премудрешем изречении человеческие вожделения в три подразделения все, что в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Похоть плотская в насыщении чрева и во множестве разнообразных яств, чему по необходимости последует осквернение, сладострастием, похоть очей, когда по причине зрения увлекаемся к совершению дел мира сего или напечатлевается в сердце нечистые образы, гордость житейская это тщеславие, которым наветуется наш дух и влечется гибнущим и суетным попечением. радуйся радуйся в искушениях которые будут допущены тебе при посредстве их приобретается духовный плод не наслаждайся наслаждениями мира иначе умрешь несчастной смертью непрестанно бодрствуй над собой чтобы не быть обольщенным и сведенным в заблуждение чтобы тебе не впасть в леность нерадения чтобы не быть отверженным в будущем веке горе ленивым приближился конец их и некому помочь им нет им надежды спасения ежедневно умирай чтобы жить вечно потому что боящийся бога жив будет вовеки не забывай трудов понесенных тобой ради добродетели не впади в леность чтобы не оказаться в последний час твой нерадивым и заблудшим с пути правого но возлюби господа до конца чтобы наследовать милосердие каждую ночь омывай ложи твои слезами обливай слезами рогожину на которой спишь смиряй себя пред господом иисусом христом чтобы он простил тебе грехи твои обновил тебя даровал тебе силу к совершению добродетели и наконец предоставил наследство тебе бесконечное царство свое если брат придет к тебе и откроет тебе свои помышления то остерегись не перескажи о них кому-либо но помолись за брата и за себя чтобы вы оба освободились от влияния греховного предстоя всегда в присутствии Бога в истине и правде предстой если отлучишься куда-либо из монастыря твоего старайся скорее возвратиться в него что продолжительное отсутствие не ослабило твоего молитвенного настроения жительствующий в пустыне успокаивается от трояких борений а именно от тех которые посреди мира стужают сердцу припосредствии ссор и тяжб припосредствии слуха и припосредствии зрения иначе желающий спастись да не входит в свой мирской дом да не живет в том городе в котором согрешил да не дозволяет он себе свиданий с родителями и прочими ближайшими родственниками потому что от этого зарождается повреждение в душе и утрачивается плод жизни не дозволь себе разделить трапезы с женщиной и никак не сведи близкого знакомства с отроком будучи здоров не разрешай пояса твоего древние иноки так строго бодрствовали над собою что даже ложились на одр для краткого отдохновения одетыми и припоясанными этот обычай сохранился поныне в некоторых монастырях Афона не возьмись за руку ближнего твоего и не прикоснись к коленям его не дозволь себе нарушить божественные заповеди ради дружбы человеческой тщательно прилежи чтение писания это извлечет тебя из порочной жизни безмолвствия в келье твоей занимайся рукоделием притом не оставляя моления именем Господа Иисуса обращай это имя в уме твоем получайся ему в сердце восхваляй языком говоря Господи Иисусе Христе помилуй меня также Господи Иисусе Христе помоги мне также славословлю тебя Господь мой Иисус Христос Возлюби труд Он в соединении с постом молитвой и бдением освободит тебя от всех скверн Телесный труд доставляет сердцу чистоту Чистота сердца служит причиной того что душа приносит плод Страница 120 Отнюдь не суди ни о ком но пребывай в плаче о грехах твоих остерегись рассердиться на кого-либо прощай всем прочь ложь она изгоняет из тебя страх Божий удаляй от себя греховное помышление и предай себя Богу который защитит тебя десницей своею не открывай помышления своих всем чтобы не ввести брата твоего соблазн люби смирение оно покроет все грехи твои не будь непослушен иначе соделаешься орудием и сосудом всех зол и всякого нечестия имей постоянным залогом в сердце твоем послушание отцу твоему и будет обитать в тебе страх Божий не злословь брата твоего хотя бы ты видел его приступающем все заповеди иначе сам впадешь в руки врагов твоих прежде содеянных грехов не укрепляй в душе твоей размышлением о них чтобы они не возобновились в тебе будь уверен что они прощены тебе с того времени как ты предал себя Богу и покаянию в этом не сомневайся не считай себя ученым и премудрым иначе погибнет труд твой и корабль твой совершить тщетное плавание переучись чтобы язык твой говорил при всех встречающихся случаях всегда во всякое время всем братьям и самому Всевышнему Богу прости меня если будешь всегда говорить прости меня стяжешь смирение не осуждай никого чтобы не отступил от тебя страх Божий и ты не был предан в руки невидимых врагов возделений твоих и удовольствий этого мира которым ты предавался во время нерадивой жизни твоей не вспоминай и не говори о них не скажи я сделал то и то я приступил то и ту заповедь это послужит тебе во вред безмолвство чего чего ты не знаешь при наступлении каждого дня устраивай себя так как бы это день был последним в твоей земной жизни и сохранишь себя от грехов знай смирение состоит в том чтобы ты признавал всех человеков лучшими тебя и был удостоверен в душе твоей что ты более всех обременен грехами главу твою держи опущен язык твой да будет всегда готов сказать укоряющему тебя владыка мой прости меня предметом же постоянного размышления твоего да будет смерть о делах мира сего отнюдь не говори похотения и желаний твоих не исполняй отгони от себя гордость ближнего твоего и всех человек признавай лучшими тебя грех соделанный тобою не скрой от духовного отца твоего пустых слов не произноси и не слушай произносящего пустые слова чтобы ими не запечатлелась душа твоя убегай стремление к собранию имущества убегай непокорности еще более убегай объедение чтобы не увязнуть в сети плотского вожделения объедением отъемлется страх божьего сердца и благоразумие скромности у лица подвижник подчиняется постыдным и скверным страстям ум отчуждается от бога не тщеслався не обращай в сердце хвастливых мыслей не произноси хвастливых слов я сделал то и то я понес такие и такие трудности я не не обеспокоил и не потревожил никого всем этим вводится тщеславие тот кто заражен такими и подобными помышлениями и садился жилищем дьявола и нечистых духов помышления твои всегда довращаются в божественных заповедях исполняйте их старайся всеми силами не упускай ни одной из них не порицай никого из смертных чтобы молитвы твои не соделались мерзостными пред Богом от шуток и от препровождения времени в смехословии и забавах всяческих остерегайся всячески если будешь постоянно и тщательно заниматься чтением писания и исполнять заповеди то милосердие Божие будет неотлучно с тобою пребывай всегда в плаче и слезах Богу милосердится над тобою и облегчит все скорби твои ненавидь все мирское и удаляй от себя будь уверен что оно изгоняет нас от леса Божия на дальнейшее расстояние люби труд подчиняй себя всем имей уста с заключенными и стяжешь смирение истинное смирение доставляет человеку прощение всех грехов его знаю монахов которые после многих трудов пали и обезумели потому что надеялись на свои дела и презрели заповедь того кто сказал в опросе отца твоего и возвестить тебе подобает юному монаху совещать со старцем о каждом шаге который он делает даже в своей келье о каждой капле воды которую он выпивает говорю это потому что знаю некоторых монахов низвершихся в падении именно того что признавали себя угождающими богу если тебе будет это повелено что согласно заповедям господа бога нашего соблюди и исполни это с тщательностью чтобы совершилось над нами сказанное апостолом повинуясь друг другу в страхе божием напротив того если будет приказано что-либо противное божественным заповеданием тогда должно отвечать приказывающему повиноваться подобает богу более нежели человеком разве правильно есть пред богом вас слушать более нежели бога рассудите Диане 5 29 будем помнить слова господа овцы мои за чужим не идут но бегут от него ибо не знает чужого голоса подобно этому небесный паэл увещевает нас и говорит если мы или ангел с неба или кто бы не был другой благовествит вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема не прибите его я Антоний говорю тебе истину внимательно выслушай слова мои сложи их сердце твоем знай что этими наставлениями и завещаниями я предаю тебя творцу если ты будешь соблюдать их то возвеселишься со всеми ангелами и посрамишь всех злых духов если будешь исполнять их на деле и проводить по ним жительство то бог будет с тобою и ангелы будут окружать тебя душа твоя наполнится благоуханием которые издают из себя святые возобладает светом возблистает светом блаженных лицо твое подобно всем святым соделаешься жертвоприношением богу и услышишь глаз говорящий тебе добрый раб благий и верный в малом ты был верен над многим тебя поставлю войди в радость господа твоего которому да будет слава вовеки аминь 187 брат спросил святого антония что делать мне чтобы очистить от грехов моих старец отвечал желающий освободиться от грехов плачем и рыданием освобождается от них желающий стяжать добродетели плачем и слезами стяживает их вся книга псалмов ничто иное как плач вспомни о языке царе иудейском который как написано о нем пророком Исаии при посредстве плача не только исцелился от болезни но и удостоился получить продолжение жизни на 15 лет в то время как изливались его слезы сила Божия поразила смертью 185 тысяч человек из войска нападшего на него при посредстве плача святой апостол Петр возвратил то что потерял отречением от Христа Мария обливавшая слезами ноги Христа удостоилась увидеть воскресение своего брата четверодневного Лазаря некоторый брат спросил Авгу Антония что делать мне чтобы обрести милосердие у Бога святой Сарис отвечал ему что скажу тебе то сохраняй тщательно где бы ты ни был имей Бога пред очами твоими делай только то на что имеешь свидетельство Писания остерегись скоро оставлять место в котором ты живешь каково бы это место не было из ответа преподобного Антония видно что священное Писание из древней признавалось основным руководством для монашества только те советы и те наставления старцев принимались за правила жизни которые были согласны священным Писанием спросил некогда Авва Памва Авва Антония как ему вести себя чтобы наследовать спасение блаженный старец отвечал не доверяй своей праведности искренне раскаивайся в прежде содеянных согрешениях воздерживай язык сердца и чрева будучи спрошен позволительно иногда смеяться он отвечал Господь осуждает смеющихся восплачете и возрыдаете высказал он ученикам своим а мир возрадуется истинному монаху не должно смеяться должно плакать о тех которые ругаются Богу приступая закон его и о тех которые проводят всю жизнь в творении грехов будем рыдать и плакать непрестанно умоляя Бога чтобы не попустил им прибыть в греховной жизни чтобы не восхитила их смерть прежде нежели они успеют принести покаяние однажды некоторые братья пришли в монастырь Алва Антония чтобы посоветоваться с ним о привидениях которые являлись им и чтобы спросить его с десной ли стороны эти видения или от дьявола братья отправляясь в путь взяли с собой осла который дорогой умер когда они пришли к старцу и прежде нежели успели что сказать им он спросил их отчего осел ваш умер на дороге братья отвечали откуда знаешь это отец старец демоны поведали мне а мы пришли сказали братья спросить тебя и посоветуются с тобой о подобном нам являются привидения которые иногда говорят по видимому правду но мы боимся быть обманутыми тогда старец сделал ему вещание чтобы они нисколько не внимали этим привидениям потому что они от дьявола общее правило для всех никак не увлекаться явлениями из мира духов признавать всякое такое явление тяжким искушением для себя ангелы являются одним святым человеком и одни святые способны будут просвещаемы будучи просвещаемы божественной благодатью различать святых ангелов от дьяволов дьяволы являясь человеком наиболее облекается в вид святых ангелов окружает себя всевозможной благовидностью чтобы тем удобнее обольстить обмануть и погубить неопытных самомнительных глупо любопытных великое бедствие вступить в общение с демонами принять в себя впечатление от них даже подчиниться одному явлению их которое будучи привлечено собственным произволением человека имеет особенное действие некоторый брат в общежитии своем был ложно обвинен в прелюбодеянии он оставил общежитие пришел в монастырь Авва Антония за ним последовали братья общежитие желая утешить его и возвратить в общежитие но пришельцы начали обличать его говоря ты сделал то и то брат утверждал что ничего этого не делал когда они припирались случилось тут быть Авву Пафнутию он сказал припирающе спорящим следующую притчу видел я на берегу морском человеку увязшего в топь по колено некоторые пришли чтобы оказать ему помощь и погрузили в топь по плечи Авва Антоний выслушав притчу Авву Пафнутия воскликнул вот муж могуще исцелять и спасать души братья пришли в умиление отсказанного старцами начали просить прощения у брата взяли его обратно с собой в общежитие в монастыре Аввелота случилось искушение с некоторым братом брат по причине этого искушения был выслан из монастыря он пришел в гору Авва Антония и пробыл тут несколько времени по прошествию которого блаженный послал брата в монастырь его там брата не приняли выслали снова он возвратясь к Авве Антонию сказал ему не захотели принять меня Авва опять послал его поручив ему сказать отца монастыря корабль претерпел крушение и потерял груз свой с большим трудом корабль этот достиг пристанища вы хотите потопить и то что спаслось от потопления отцов узнав что Авва Антония прислал к ним брата немедленно приняли его с радостью рассказывает о святом Авве Антонии что он жительства в пустыне однажды подвергся душевному смущению унынию и особенному нашествию мрачных помыслов находясь в этом состоянии он начал изливать печаль свою пред Богом Господи говорил он хочу спастись но помышления мои никак не допускают меня совершить это что мне делать со страстями моими как мне спастись встав с того места на котором сидел и немного отошедший он сел на другом месте и вот видит неизвестного ему человека тщательно занятого трудом рук своих этот человек то вставал оставляя рукоделие и молился то опять возвращался к рукоделию он сшивал листья пальмы потом он опять вставал и молился после молитвы опять принимался за рукоделие поступавший таким образом был ангел посланный Богом ободрить Антоний и возбудить его к мужеству и услышал Антоний глаз исшедший от ангела Антоний поступай так и спасешься услышав это Антоний очень обрадовался и ободрился он начал поступать так и спасся превосходны наставления и правила особо для жительствующих в безмолвии ум не может непрестанно пребывать всецело в молитве и других деланиях душевного подвига как ограниченный он утомляется ему необходимо отдохновение отдохновение это доставляется умеренным рукоделием при котором делание ума хотя и продолжается но не так напряженно нужно осторожность чтобы не увлечься пристрастием к рукоделию не отдать ему слишком много времени слишком много сил души и тела в ущерб молитве составляющие существенное делание безмолвника 195 рассказывает что Ава Антони будучи однажды приведен в недоумение глубиной домостроительства Божия управления миром и судов Божиих помолился и сказал Господи отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния немощи другие умирают в детском возрасте и живут мало отчего одни бедны другие богаты отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют всеми земными благами а праведные угнетаются напастями нищетою долго был он занят этим размышлением и пришел к нему глаз Антоний внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих потому что это душевредно необходимо примоподвижнику и каждому христианину отличить то что представлено его понимание от того что предоставлено лишь его созерцанию уму ограниченному неестественно принимать со всей удовлетворительностью действия ума неограниченного ума Божия тщетное усилие к пониманию и объяснению того что превыше понимания ведет единственное к заблуждениям к богохульству к ересям и безбожию ловец диких зверей пустыни пришел для ловли в гору Ава Антония увидев что Ава утешает братья он соблазнился этим старец желая успокоить его и показать что нужно иногда предоставлять братьям некоторые послабления сказал ему вложи стрелу в лук твой и натяни его охотник сделал это старец сказал еще натяни охотник натянул лук туже старец опять говорит ему натяни еще более охотник отвечал если сверх меры натянуть лук то он переломится на это Ава Антоний сказал так бывает и в деле Божьем если будешь сверх меры напрягать силы братья то они скоро отпадут от дела Божия необходимо по временам давать им послабление ловец услышав это выразил свое согласие и пошел от старца с большой пользой а братья утвердившись в правильном воззрении на свой подвиг разошлись по кельям повесть необыкновенной важности все подвиги предпринятые несоответственно силам оставляются так вредно впечатление производимое несоразмерным оставленным подвигом что подвижники оставившие неумеренный подвиг обыкновенно оставляют всякий подвиг и переходят к неродивой жизни к душевному расстройству безмерному деланию говорит святой Исаак Сирский последует уныние уныние наступление иступление то есть расстройство здесь не лишним будет заметить что утешением называется некоторое послабление братья вне обычного порядка и правила для жительства преимущественно в пище когда на топезу подадут или рыбу или вино или плоды это называется утешением когда великий праздник все это предложится на трапезе тогда утешение называется велием великим когда больному или старцу дадут одежду более спокойную нежели какую носит вообще братья это называется утешением никак не должно думать что послабление состояло в празднословии шутках и смехе воспрещенных заповедями господа и преданием апостольским всякое праздное слово которое скажут люди зато дадут они ответ за то слово в день судны ибо от слов своих оправдается и от слов своих осудишься горе вам смеющимся ныне ибо возрыдаете и восплачете всякое всякое гнилое да не исходит из уст ваших но только что есть благо к созиданию вере да даст благодать слышащим да 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 именуется в вас сквернословие и буесловие смехотворство смехословие шутки ибо это не подобно плач жизнь монаха рождает его мысль сознания своей греховности мысль покаяния по этой причине празднословие и смехословие как истребляющая пласть в самом корне его святых мыслях покаяния как уничтожающая сущность и весь плод монашеского жительства строго преследовались и преследуются во всех благоустроенных монастырях говорят об Аве Антонии что он сказал я видел Духа Божия нисходящим на трех человеков на Абу Афанасия и дано ему патриаршество на Абу Пахомия и дано ему начальство над общежитиями на Абу Макария и дана ему благодать исцеления недугов замечательное видение вот какими орудиями поддерживалась Церковь Божия вот какими орудиями устанавливались учреждения ее основал Бог Церковь Свои действия Слово и Дух Своего и поддерживает Он Церковь этим действием сами апостолы из себя единственное не могли сделать ничего Господь заповедовал им пребывать неисходно в Иерусалиме доколе они не облекутся силой свыше то есть доколе не зайдет на них Святой Дух облеченные силой свыше не прежде они вышли на проповедь насадили во вселенной истинное богопознание деятели церкви слово Божие и Дух Божий благодатные человеки только орудия человек чуждой благодати не может быть орудием ошибаются тяжко ошибаются те которые хотят действовать в деле Божьем силой и средствами своего падшего естества падшее естество заражено враждой к Богу находится в общении с родствен с падшими духами как же может оно действовать в пользу дела Божия это противоестественно ему это невозможно для него опыты согласно показали что человеки вздумавшие действовать из себя в пользу дела Божия действовали во вред его в пользу дела демонов однажды пришли старцы кави-Антонию между ними был и монах Иосиф старец желая искусить их и завел речь от писания и стал спрашивать объяснения у каждого начиная с младших каждый давал объяснение по своему разумению а старец находил объяснение каждого неудовлетворительным потом обратясь к монаху Иосифу сказал ему ты как объяснишь это слово писания Иосиф отвечал я не знаю тогда Антони сказал однако монах Иосиф нашел тот путь на котором говорят не знаю святые наставники иноков желая чтобы священное писание служило всецелым руководством в монашеском жительстве вместе тем желали чтобы иноки зная его по букве наиболее изучали делами особливо смирением это это видно в житии преподобного Досифея Иоанна Дамаскина и других однажды блаженный Антоний молился в теле своей и был к нему глаз Антоний ты еще не пришел в меру кожевника живущего в Александрии услышав это старец встал рано утром и взяв посох поспешно пошел в Александрию когда он пришел к указанному ему мужу муж этот крайне удивился увидел у себя Антония старец сказал кожевнику поведай мне дела твои потому что для тебя пришел я сюда оставив пустыню кожевник отвечал не зная за собой чтоб я сделал когда-либо и что-либо доброе по этой причине вставая рано с постели моей прежде нежели выйду на работу говорю сам себе все жители этого города от большого до малого войдут царство божие за добродетели свои а я один пойду вечную муку за грехи мои эти же слова повторяю в сердце моем прежде нежели лягу спать услышав это блаженный Антоний отвечал поистине сын мой ты как искусный ювелир сидя спокойно в доме твоем стяжал царство божие я хотя всю жизнь мою провожу в пустыне но не стяжал духовного разума не достиг в меру сознания которое ты выражаешь словами твоими глубина смирения есть вместе и высота преуспеяния не сходя в бездну смирения восходим на небо покушающийся взойти на небо беспосредством смирения низвергается в бездну самомнения и погибели страница 30 пункт 200 однажды некоторые ученики божественного Алла Антони видев в пустыне бесчисленное множество монахов прилежащих с великой ревностью по Боге и с соревнованием друг к другу всем добродетелям и святым подвигам спросили его отец долго ли будут продолжать все эти ревности и усердия к уединению к нищете к смирению к любви к воздержанию и ко всем прочим добродетелям которым так тщательно прилежит все это множество монахов почти без исключения муж божий так отвечал им воздыхая и проливая обильные слезы наступит некогда время сыны возлюбленные в которой монахи оставят пустыни вместо их устремятся в богатейшем городам там вместо вертепов и хижин которыми усеяно пустыне они воздвигнут стараясь превзойти одни других великолепные здания припирающиеся пышностью с царскими палатками вместо нищеты вкрадется стремление к собранию богатства смирение сердца превратится в гордость многие будут напыщены знанием но чужды добрых дел предписываем их знанием любовь сякнет вместо воздержания явится угождение чреву и многие из монахов озаботятся о доставлении себе изысканных яств не менее мирян от которых они будут отличаться только одеждой клобуком находясь посреди мира они не устыдятся неправильно присвоять себе имя монахов и пустынников не пристанут они величать все говоря я Павлов я Полосов как будто вся сущность благочестия заключается в значении предшественников как будто позволительно и справедливо хвалиться отцами как хвалились иудеи предком своим Авраамом однако между монахами тех времен некоторые будут далеко высшие совершения нас потому что блаженнее тот кто мог приступить и не приступил и зло сотворить и не сотворил нежели тот который увлекается к добру примером многих добрых так Ноя, Авраам и Лот проводившие святую жизнь посреди нечестивых справедливо прославляются писанием по кончине великого Антония некоторый духовный старец украшенный монахами упрошенный монахами взял объяснение на изречение великого так например на изречение пойди живи в пустыне изучи брани демонов дано упомянутым старцам следующее столкование совершенство монаха проистихает от духовного делания а духовное делание приобретается чистотой сердца чистота же сердца умною молитвою преуспеянием в умной молитве доставляется непрестанная молитва но демоны производят борьбу посредством помышления и мечтаний также посредством привидений эта борьба возбуждается сильнее в пустыне и безмолвии поведал о себе Ава Антоний я видел все сети дьявола распростертыми поверх земли увидев это я воздохнул и сказал горе роду человеческому кто возможно освободиться от этих сетей на это сказано мне смиренно мудрее спасается от них и они не могут даже прикоснуться к нему извлечение из объяснения сделанного старцем Ава Макарий старший египтянин ученик Ава Антония также видел во внутренней пустыне скита все сети страстей которые видел в свое время Ава Антоний Макарий видел дьявола в подобии двух человек это видение было чувственное он видел телесными очами но Ава Антоний видел очами духа по закону видений и прочее сказал Ава Антоний мы не приходим в преуспеяние по той причине что не знаем ни мер наших ни того порядка который необходим для преуспеяния мы не понимаем какие дела приличествуют нам хотим стяжать добродетели не употребив трудах стяжание их каждый раз когда восстает борьба против искушений в том месте в котором мы призваны для жительства переселяемся в другое полагая что находимся находится какое-либо место в котором нет дьявола кто имеет духовное знание борьбы с искушениями тот с твердостью и постоянством сражается против них в Боге как и Господь сказал «Себо Царствие Божие внутрь вас есть» Объяснение старца слов этих смысл таков мы переходим на жительство с одного места на другое ища такого места в котором не было бы дьявола когда 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 и в том месте на которое переселились видим возникающее беспокойство от искушений то снова переходим но кто опытен в духовных бранях тот не ищет другого места но противоборствует в Господе искушению в месте жительства своего он укрепляется удостоверением Господа что Царство Божие повсюду что оно внутри нас это значит нам монахам исшедшим из мира приявшим на рамена свои крест по заповеди Господа нашего по следующим стопам Господа подобает пребывать в одном месте заботясь о спасении душ наших и выдерживая все потрясения производимые искушениями ради любви к Богу ради исполнения его воли опытно доказываемых соблюдением заповеди его мы должны великодушно претерпеть все потрясения и искушения возникнут ли они из страстей наших или от бесов или от злых людей одни неопытные в духовной брани да будет это нам известно часто вскакивают подобно молодым коням неприученным носить на хребтах своих ношу стремятся в другие места полагая найти отраду успокоение от борьбы от напора злых помыслов при посредстве переселения из одного места в другое из одной страны в другую будем терпеливо пребывать вместе жительства нашего если восстанет бранили искушение прибегнем к посту молитве коленопреклонением будем со слезами и сердечной болезнью просить у Господа помощи и спасения он во всякое время с нами он обитает в нас говорит писание близ Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет даже и Господь сказал что царство Божие внутри нас это значит я обитаю в вас царствие Божие повеснение святого Макария Христос который всегда обитает в нас Блаженный Павел сказал или не знаете что Христос в вас не только он жительствует в нас но и мы пребываем в нем как он сам говорит будьте во мне и я в вас будь храмом моим в который я мог бы входить во всякое время и получи от меня спасение обитая в Боге мы вместе и обитель его не будем оставлять Господа во время искушения смущения и борения не будем искать утешения и помощи от мест и стран переходя с места на место из страны в страну пребывая вместе жительства нашего взыщем у Господа живущего в нас чтобы он защитил нас чтобы он помог нам в дополнение к этому будем открывать помышления наши отцам нашим и просить у них чтобы они поспеши стали нам молитвами своими пребывая терпеливо в месте жительства нашего будем постоянно прибывать под покров прибегать под покров спасителя нашего и он непременно соделает нас победителями во всех бранях наших вопрос что значит сказанное Авва и Антонием рыбы будучи вынуты из воды умирает тоже случается и с монахом если он пребывает вне келии продолжительное время ответ жизнь души есть непрестанное памятование и любление бога это по преимуществу должно быть именуемое жизнью души и духа по этой причине если монах будет подолгу оставаться в городах он умирает убиваемый зрением соблазнов и обращением среди их он лишается духовной жизни удаляясь от бога и забывая его изгоняя из сердца своего любовь к Христу приобретенной многими трудами келейном безмолвии в нем ослабевает ревность к удручению себя подвигами он предается лености и увлекается вожделениями возмущается чистота его сердца от действия на него страстных впечатлений входящих через чувства через зрение слух разговора осязания вкуса боняния этими впечатлениями он усиленно влечется к любодеяниям и другим порокам которые для монаха смерть и погибель и так справедливо сказал блаженный Антоний как рыба умирает будучи вынутой из воды на сушу так умирает и монах оставивший свою келью и живущий в городах Ава Арсений Великий приведен к монашеской жизни чудными судьбами Божьими он был наставником Аркадия и Гонория сыновей Феодосия Великого императора Византийского и назывался отцом их по такому значению своему по личным достоинствам по учености своей Арсений пользовался особенным почетом между придворными по положению мира он принадлежал к сенаторам и вместе принадлежал к церковному клиру имея сан-диакона из зашедших до нас изречений его и событий из его жизни видно в его характере необыкновенная прямота и откровенность он действовал сообразно своей цели своей решительной благонамеренности не допуская себе соображений которые могли бы отвлечь от такого действования однако он нашел нужным наказать Аркадия за некоторое юношеское увлечение и наказать так сильно что питомец не позволил себе снова этого увлечения злоба объяла Аркадия он задумал убить Арсения умысл царевича был открыт Арсению Арсений ночью снял с себя одежду царедворца облегся в рубище нищего ушел из дворца сел на корабль отправлявшийся из Константинополя в Александрию в окрестностях ее находилась дикая пустыня скит в которой тысячи монахов проводили самое возвышенное жительство туда направился Арсений он сопричислился к многофисленному лику святых подвижников и вскоре под руководством преподобного Иоанна Колова достиг особенного духовного преуспеяния страница 35 в характере Арсения Великого отмечена жизнеописателями еще особенная черта когда он находился при дворе императорском никто из придворных не окружал себя таким великолепием как Арсений а в скиту никто не наблюдал так строго иноческой нищеты никто не носил столь рубичного одеяния как Арсений обилие благовонных мастей он заменил смердящей водой в которой намачивались пальмы и ветви для его рукоделия и которая постоянно непеременяемая но только добавляемая вода была в его келье и при дворе Арсений сияя по наружности роскошью проводил жительство подвижника постоянно помышлял о монашеской жизни стремился к ней всем желаниям сердца подобная черта замечена в характере Василия Великого архиепископа Кесарии Кападокийской этот святитель строгий подвижник был вполне нестяжателен нестяжателен до совершенной нищеты но во время богослужения он обставлял себя необыкновенным порядком и необыкновенным блеском что это за явление явление ли тщеславия и суетности по обычаю и в духе мира нет это было проявлением бескорыстного и высокого сочувствия к изящному по этой причине пышность стояла возле нестяжания блеск прикрывал строгое подвижничество и легко оставил преподобный Арсений тени и образы изящного которым сердце его не было пристрастным устремился всецело к существенно изящному единое истинно изящное Бог узнав о замысле Аркадия и находясь еще при царском дворе Арсений молился Богу так Господи научи меня как мне спастись и был к нему глаз Арсений бегай от человеков и спасешься в скиту Арсений опять молился Богу говоря Господи научи меня как мне спастись и услышал он голос говоривший ему Арсений бегай человеков молчи безмолвствуй это корни безгрешия так сердцеведец Бог призвал избранный сосуд свой к отшельнической жизни ведая его способность к ней прибыв в скит святой Арсений объяснил о намерении своем принять монашество пресвятерам они отвели его к старцу исполненному святого духа Иоанну Колову старец захотел подвернуть Арсений испытанию когда они сели за трапезу чтобы вкусить хлеба старец не пригласил Арсения но оставил его стоять он стоял устремив глаза в землю помышляя что стоит в присутствии Бога пред его ангелами когда начали употреблять пищу старец взял сухарь и кинул Арсению Арсений увидев это обсудил поступок старца так старец подобный ангелу Божию познал что я подобен псу даже хуже пса и потому подал мне хлеб так как подают псу съем же я хлеб так как едят его псы после этого размышления Арсений встал на руки и на ноги в этом положении подошел к сухарю взял его устами отнес его в угол и там употребил старец увидел великое смирение и его сказал пресвятерам из него будет искусный инок по прошествии непродолжительного времени Иоанн дал ему келью близ себя и научил его подвязаться о спасении своем вопрос однажды Арсений одного из египетских старцев о своих помыслах это увидел некоторый брат и спросил его Арсений почему ты будучи столько сведущ в учености Греции и Рима вопрошаешь о твоих помыслах этого чуждого всякой учености Арсений отвечал науки Греции и Рима я знаю но еще не узнал алфавита который преподается этим ничего не знающим в учености мира познания которые сообщил египтянин были доставлены ему исполнением евангельских заповедей эти познания приобретаются самой душе в ней имеют опытные неоспоримые доказательства себе они представляются поразительные новости для ученого по стихии мира получившего все познания свои извне лишенного правильного самовоззрения которое открывается исключительно при свете учения Христова блаженава Арсений почтивший должным образом премудрость не шедшую к человекам свыше и уничиживший перед ней премудрость возникшую из падения человеческого многие весьма многие предпочли вторую первой погубили себя и своих последователей устранив от себя свет Христов оставшись при своем собственном свете однажды Ава Ивагри сказал Аве Арсению отчего мы при всей нашей учености и нашем развитии не имеем ничего а эти грубые египтяне имеют такое возвышенное духовное делание Ава Арсений отвечал мы ничего не почерпаем для духовного жительства и изучения мира а они подвигами стяжали свое духовное жительство христианское преуспеяние доставляется исполнением евангельских заповедей при самоотвержении очевидно что земная ученость имеющая своим началом падения человечества не может принимать никакого участия в деле обновления человечества искупителем она делается великим препятствием в этом деле если не будет решительно подчинена премудрости Божией если в дело спасения человека в дело Божие внесем свое тлетворное начало свой дух гордыни и вражды на Бога брат просил Аллу Арсения дать ему наставление старец сказал все усиленно подвизайся чтобы внутренним твоим деланием по Боге побеждено было все внешнее внутреннее делание есть тоже душевное делание оно состоит во внимательной молитве устной и умной в плаще сердца в памятовании смерти в самоукорении в сознании исповедании греховности своей и в тому подобных деланиях совершаемых подвижником внутри души в самом себе сказала Алла Арсений если взыщем Бога то Он явится нам если будем удерживать Его в себе то Он прибудет с нами изречение из возвышеннейшего иносяского подвига оно знаменит что истинным подвигом должно привлечь в себя благодать Божию и получив ее удерживать ее в себе истинным подвигом придавшиеся ленности и беспечности по получению благодати утратили ее 10 некоторый монах сказал Алле Арсению помысл беспокоит меня говоря ты не можешь выносить ни поста ни подвигов посещай по крайней мере больных потому что это дело любви старец поняв что помыслы насеяны бесами сказал ему иди ешь пей ничего не делай только не оставляй келейного безмолвия старец сказал так зная что келейное безмолвие приведет монаха к должному жительству если монах прибудет терпеливо в безмолвии поведали о некотором брате приходившем в Скид с целью увидеть Аву Арсения следующее брат пришел в Скидскую церковь и убедительно просил священнослужителей чтобы доставили ему возможность видеть старца они сказали ему побудь здесь некоторое время и увидишь его брат отвечал я не вкушу никакой пищи прежде нежели увижу его тогда священнослужители послали одного из Скидских братьев проводить странного брата до кельи старца которая находилась в весьма дальнем расстоянии от Скидской церкви достигший кельи постучавшись в дверь они вошли в келью приветствовав старца сели и сидели долго пребывая в молчании наконец Скидский брат сказал я ухожу помолитесь о мне странный брат не осмелился начать разговора со старцем и сказал Скидскому и я иду с тобою они вышли оба вместе и попросил странный брат Скидского отведи меня к Каве Моисея который вступил в монашество из-за разбойников когда они пришли к Каве то он принял их очень приветливо преподал им мудрое и святое наставление отпустил выразив великую любовь тогда Скидский брат сказал страннику вот я водил тебя к чужестранцу и к египтянину который из двух тебе понравился более он отвечал однако египтянин мне пришелся более по сердцу некоторый из отцов услышав это помолился Богу говоря Господи открой мне тайну дела один убегает всех ради имени твоего а другой принимает всех ради твоего имени и вот в видении явились ему два великие корабля на обширных водах в одном корабле он видел аву Арсения безмолвно плывущего и Духа Божия с ним а в другом аву Моисея плывущего в обществе ангелов которые питали его медом истекающим из сотов таково было свидетельство Божие о истинно безмолвствующем иноке сказал Алла Маркави Арсению по какой причине ты избегаешь общества и беседы с нами Арсений отвечал знает Бог что я люблю вас но не могу быть вместе и с Богом и с человеками на небе тысячи и тысячи тысяч имеют одну волю а у человеков воля многообразна и потому не могу оставив Бога быть с человеками когда иноку усвоится его делание и соделается его существенной необходимостью тогда он не имеет возможности перейти к другому деланию хотя бы это другое делание имело свое духовное достоинство оставление усвоившегося делания как бы оставление жизни однажды некоторые отцы пришли из Александрии к Авве Арсению для свидания с ним один из них был дядя старшего Тимофея архиепископа Александрийского прозванного нестяжателем Авва Арсений был тогда болен и отказался от свидания опасаясь чтобы другие не начали приходить и беспокоить его в то время он находился в каменистой горе Тройской отцы возвратились огорченные за этим последовал набег варваров старец оставил гору и перешел для жительства в Нижний Египет услышав это отцы опять пришли для свидания с ним старец принял их радушно с отцами был брат этот брат сказал Авве Арсении известно ли тебе Авва что мы приходили к тебе для посещения в Тройскую гору старец отвечал ему вы после того как я не принял вас ели хлеб и пили воду а я поверь мне сын мой не вкусил ни хлеба ни воды даже не присел но прибыл в молитвенном подвиге о вас доколе мне не было открыто что вы возвратились к себе благополучно так поступил я по той причине что вы потрудились ради меня впрочем простите меня посетители пошли от него утешенные чтобы исцелить плоское осуждение поступки духовного мужа поступки которые по наружности своей мог показаться резким нарушением заповеди Божия о любви к ближнему святой Арсений поведал тайну своего поведения относительно непринятых им посетителей и бывшее ему о них божественное откровение из которого яствовала сила его молитвы и то исполнение заповеди к которому способны одни духоносцы брат пришел к хижине авиарсения это случилось в скиту и увидел сквозь дверную скважину старца всего как бы огненным брат достоин был видения он постучался в дверь старец вышел и заметив изменения в лице брата спросил его давно ли он тут и не видел ничего брат сказал что ничего не видел старец побеседовал с ним отпустил его поведал поведал арсений о некотором скитянине великом по подвижничеству и славном по вере но погрешавшем в ней по невежеству следующее скитянин говорил что в святом причащении мы приемлем не тело христово но образ тела христово в виде хлеба об этом услышали два старца зная что говоривший велик по жительству они поняли что он говорит это не по злономеренности а по неведению и простоте они пришли к нему и сказали отец мы слышали о некотором брате что он произнес мнение не согласно с учением правой веры именно что в святом причащении мы принимаем не тело христово но образ тела христово в виде хлеба старец отвечал говорил это я они отвечали и начали убеждать не думай так отец на исповеду по преданию святой соборной апостольской церкви мы веруем что хлеб есть самое тело христово а в чаши самая кровь христово отнюдь не образы хотя не постижим а каким образом хлеб может быть телом но так как господь сказал о хлебе сие есть тело мое то мы веруем что хлеб есть истинное тело христово старец на это сказал если я не буду удостоверен самым опытом то пребуду в сомнении они предложили ему будем молиться богу в течение всей следующей недели чтобы он объяснил нам таинство и веруем что бог откроет старец с радостью принял предложение он молил бога так господи ты знаешь что я не верю ни по зонамеренному упорству господи иисусе христе открой мне об этой тайне чтобы я не пребывал в заблуждении по причине неверия так же и старцы пришедшие к хижине свои молили бога в течение всей недели об этой тайне и говорили господи иисусе христе открой об этой тайне старцу чтобы он не пребывал в неверии и не погубил труда своего и послушал их бог по прошествии недели они пришли в церковь сели все трое на одной циновке и отверзлись им очи когда был предложен хлеб на святой трапезе тогда увидели они одни эти старцы три младенца вместо хлеба когда же иеромонах простер руку чтобы преломить хлеб на святой трапезе то сошел с неба ангел господин с ножом в руке заклав младенца кровь из него излил в чашу когда иеромонах преломлял хлеб ангел резал младенца на малые части когда приступили к принятию святых тайн неверовавшему старцу подано было кровавое мясо увидев это старец испугался его запил господи веруй что хлеб есть тело твое и немедленно мясо на руке его оказалось хлебом по обычаю таинства он причастился словословия бога старцы сказали ему бог ведает что человеки не могут употреблять сырого мяса а потому он прикрыл тело своим видом хлеба а кровь видом вина два старца возблагодарили бога не попустившего подвигу третьего старца сделать сочетным а сайтный потерик пролог апреля в третий день дерьмите александр шепелев которая тело покоится церкви преподобного сергия сергийской пустыни без санкт-петербурга передавала себе настоятеля этой пустыни архимандриту Игнатию первому следующее он воспитывался в пажеском корпусе однажды великий пост когда пажи гавели и уже приступали к святым тайнам юноша шепелев выразил шедшему возле него товарища свое решительное неверие что в чаше было тело и кровь Христова когда ему преподаваны были тайны он ощутил что во рту у него мясо ужас опья молодого человека он стоял вне себя не чувствуя сил проглотить частицу священник заметил происшедшее с ним изменение приказал ему войти в алтарь там держа во рту частицу исповедуя свое согрешение шепелев пришел в себя и употребил преподанные ему святые тайны шепелев когда настало для Ави Арсения время кончины тогда братья бывшие при нем увидели что он плачет братья сказали мать отец неужели ты страшишься Он отвечал, страшусь. Страх, ощущаемый мной в настоящий час, пребывал со мной с того времени, как я сделался монахом. Сказывали об аве Арсении, что он постоянно имел платок на коленях, в то время как сидел за рукоделием по причине слез, падавших из очей его. В блаженной памяти архиепископ Феофил перед тем, как ему умереть, сказал, «Блаженного Арсений, ты всегда имел перед взорами твоими этот час». К числу великих отцов принадлежал старец по имени Агафон, знаменитый подобродетелем смирения и терпения. Однажды посетили его некоторые братья. Они слышали о его великом смирении и захотели испытать, точно ли он имеет смирение и терпение. Для этого они сказали ему, «Отец, многие соблазняются на тебя за то, что ты одержим в сильной степени страстью гордости, и столько презираешь других, что считаешь их за ничто. Так же ты непрестанно осыпаешь злоречием братья. Очень многие утверждают, что тайной причиной такого поведения твоего есть блудная страсть, которую ты объят. С целью прикрыть собственную порочную жизнь ты постоянно занимаешься оклеветованием других». На это старец отвечал, «Сознаю в себе все эти пороки, в которых вы обличили меня, и не могу допустить себе запирательства в толики и беззакониях моих». С этими словами он пал к ногам братья и сказал им, «Умоляю вас, братья, молитесь прилежно ко Господу Иисусу Христу». «Омне несчастным, обремененным бесчисленными грехами, чтобы Он простил мне многие тяжкие беззакония мои». Но братья к преждесказанным словам присоокупили следующее, «Не скроем от тебя и того, что многие признают тебя еретиком». Старец, услышав это, сказал им, «Хотя я применен многими другими пороками, но отнюдь не еретик. Чушь в душе моей этот порок». Тогда братья, пришедшие к нему, пали ему в ноги и сказали, «Ава, просим тебя сказать нам, почему ты нисколько не смутился, когда мы обвиняли тебя в таких важных пороках и грехах, а обвинение в ереси стревожило тебя?» «Услышав его, ты не мог вынести и отверг его с решительностью». Старец отвечал им, «Первое обвинение в грехах я принял для приобретения этим смирения, и желаю, чтобы вы имели мнение о мне, как о грешнике. Мы удостоверены, что в сохранении добродетели смирения великое спасение души. Господь и Спаситель наш Иисус Христос, когда иудеи осыпали его многими укоризнами и клеветами, претерпел все это и предоставил нам свое смирение в образец подражания. Приведенные против него лжесвидетели свидетельствовали против него много ложного, но он переносил терпеливо клеветы, возведшие его на крест. Апостол Петр, указывая на это, говорит, «Христос пострадал за нас и оставил нам пример, чтобы мы последовали стопам его, подобавить нам терпеливо, со смирением переносить все противности. Но обвинение в ересе я не мог принять, с великим омерзением к нему отверг его, потому что ересь есть отчуждение от Бога. Ересик отлучается от Бога живого и истинного и приобщается дьяволу и ангелам его. А отлученный от Христа уже не имеет Бога, которого он мог бы умолить о грехах своих. И во всех отношениях есть погибший. Если же ересик обратится к вере, содержимой истинной Вселенской Святой Церковью, то он приемлется благим и милостивым Искупителем, воссоединяется с истинным Богом Творцом и Спасителем нашим Христом, который всегда был и есть единосущен Отцу и Святому Духу. Ему слава во веки веков. Аминь. Агафон был мудр по естественному свойству своему. Чувств лености в отношении к телу. Наблюдал должную соразмерность в рукоделии, пище и одежде. Сказывали о Авиа Агафоне, что он стремился к исполнению всякой заповеди Божией. Когда случалось переправляться через реку, он сам первый принимался за весла. Когда приходили к нему для посещения братья, он, по совершению обычной молитвы, немедленно, собственными руками, поставлял трапезу, потому что был исполнен любви Божией. Однажды братья в присутствии Авы и Иосифа начали разговор о любви. Старец сказал, мы не знаем, что такое любовь. Вот образец любви. Ава Агафон имел ножик, необходимый ему для его рукоделия. Пришел к нему брат и, увидев ножик, похвалил эту вещь. Ава Агафон немедленно начал упрашивать брата, чтобы он принял ножик в подарок и не дал брату выйти из кельи, пока не уговорил его принять понравившуюся ему вещь. Надо принять в соображение, какого труда стоило вновь приобрести в глубокой пустыне орудие, необходимое для рукоделия, составлявшего и часть келейного подвига, и единственное средство к содержанию себя. При таком только соображении можно оценить должным образом поступок старца, строго внимательного к себе, дорожившего своим безмолвием. Преподобный Ава Агафон, хотя и проводил жизнь безмолвника, но предпочитал безмолвие и исполнение заповедей любви к ближнему, подобно преподобному Моисею Мурину, и впротивоположность преподобному Арсению Великому. Последний совместил в любви к Богу, любовь к ближнему, и возел вторую на высоту таинственного подвига, превышшего дел, совершаемых при посредстве тела. Говорил Ава Агафон, если бы возможно было мне взять тело у кого-либо из прокаженных и передать ему мое, то сделать это было бы для меня наслаждением. Такова совершенная любовь. Поведали Ави Агафоне, что он, отправляясь однажды в город для продажи своего рукоделия, нашел там больного странника, поверженного на улице. И никто не принял на себя попечения об этом страннике. Старец остался при нем. На цену, полученный за свое рукоделие, нанял хижину, оставшиеся деньги от найма Келли, употребил на нужды больного. Так провел он четыре месяца до выздоровления странника. Тогда Агафон возвратился в свое место. Старец поднял его, на плечах своих отнес в город. Прокаженный сказал ему, положи меня там, где будешь продавать рукоделие твое. Старец сделал так. Когда он продал одну вещь из рукоделия, прокаженный спросил его, за сколько продал ты это? За столько-то, отвечал старец. Прокаженный сказал, купи мне хлеб. Когда старец продал другую вещь, прокаженный спросил его, это за сколько продал? За столько-то, отвечал старец. Купи мне еще хлеб, сказал прокаженный. Старец купил. Когда Агафон распродал все рукоделие и хотел уйти, прокаженный сказал ему, ты уходишь? Ухожу, отвечал Ава. Прокаженный сказал, окажи любовь, отнеси меня туда, где взял. Старец исполнил это. Тогда прокаженный сказал, благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли. Ава оглянулся на прокаженного и не увидел никого. Это был ангел Господень, пришедший испытать старца. Ава, Агафон говорил, монах не должен допускать себе, чтобы совесть обвиняла его в чем-либо. Старец говорил, без соблюдения заповедей Божиих невозможно ни малейшее преуспеяние. Он говорил, сколько зависело от меня, я никогда не засыпал скорби в сердце моем на кого-либо и никому не допустил заснуть с какой-либо скорбью на меня. Говорили о Аве, Агафоне, что все действия его истекали из духовного рассуждения. Так поступал он в отношении к рукоделию своему и в отношении к одежде своей. Не носил он одеяние, которое можно было бы назвать излишне хорошим, не излишне худым. Для продажи рукоделия он ходил сам в город и с сохранением внутреннего безмолвия продавал рукоделие, желавшим купить его. Цена решету была 100 медниц, цена корзине 250 медниц. Покупателям он сказывал цену. Деньги, которые они подавали ему, принимал молча, никогда не пересчитывая их. Он говорил, что полезного для меня в том, если буду припираться с ними и дам им повод к употреблению башбы, даже если при этом я получил излишние деньги и раздал их братьям. Бог не хочет от меня такой милостыни. Ему не благоугодно, чтобы примешивался грех в дело любви. На это братья сказали. А откуда будет покупаться хлеб для кельи? Он отвечал. Какой хлеб для инока, безмолвствующего в кельи? Говорил он и это. Не помню, чтобы я возвратился в моей келью после выхода из нее и внес в нее какой-либо посторонний помысел. Не помню, чтобы я занялся рукоделием с нарушением безмолвия моего. Не помню, чтобы я предпочел занятие рукоделием в моем исполнении заповеди. Лишь только представлялось обстоятельство, требовавшее исполнение заповеди. Сказывали у Ави Агафоне, что он в течение трех лет носил камень во рту, доколе не приобучил себя к молчанию. Брат спросил Ави Агафона о блудной страсти. Старец сказал ему. Пойди, повергни пред Богом силу твою, и найдешь успокоение. Вот средство, преподанное из сокровищницы духовного разума и указывающее, что основание блудной страсти — гордость. Адам, когда восхотел быть равным Богу и доказал желание делом, тогда утратил духовное ощущение непорочности, не шел к плоскому ощущению вожделения жены. Этим вожделением приложился к скотам несмысленным и уподобился им. Ава Агафон сказал. Человек непрестанно должен быть как бы предстоящим суду Божию. Он сказал. Если порабощающиеся страсти и гнева воскресит мертвеца, то и тогда пребудет чуждым Бога по причине порабощения своего гневной страсти. Он сказал. Если яд греховный в ничтожном, по-видимому, количестве проникнет в живой сосуд Святого Духа и разольется в нем, то производит ужасное опустошение и превращение. Святые отцы исполнялись с точностью заповедь Господа, повелевшего отсекать руку и извергать око, когда они соблазняют. Следующая повесть также служит выражением направления, нисколько не колеблемого человеческими соображениями, но с решительностью, стремящегося к исполнению воли Божией и к угождению единому Богу. Поведали о Аве Агафоне, что он в течение долгого времени занимался с учениками своими построением себе кельи. Не прошло еще недели, как они устроили окончательно келью и начали жить в ней. Ава увидел на месте что-то вредное для души и сказал ученикам своим то, что Господь сказал апостолам. «Встаньте, идем отсюда». Эти мученики очень огорчились и сказали старцу. «Если у тебя было намерение переселиться отсюда, то зачем мы подвергались такому труду, строя келью долгое время? И люди начнут соблазняться на нас, начнут говорить, вот они опять переселяются, не могут ужиться на одном месте». Старец отвечал, «Если переселение наше послужит соблазном для одних, то для других оно послужит наседанием. Найдутся и такие, которые скажут, блаженные эти иноки, переселившиеся ради Бога и презревшие свою собственность ради Его. Я решительно говорю вам, что немедленно иду, кто хочет, пусть идет, а кто не хочет, пусть остается». Ученики пали к ногам Его, прося, чтобы Он согласился взять их с собою. Однажды Алла Агафон шел по дороге с учениками своими. Один из них нашел на дороге небольшую связку зеленого мелкого гороху и сказал старцу, «Отец, если ты благословишь, то я возьму и вот это». Старец внимательно посмотрел на него и, как бы удивясь, спросил, «Разве ты положил тут эту связку?» Брат отвечал, «Нет». Старец сказал, «Как же ты хочешь взять то, чего не положил?» Спросили Алла Агафона, что больше, телесный ли подвиг или душевное делание? Старец отвечал, «Подвижника можно уподобить древу, телесный подвиг — листьям его, а душевное делание — плоду». Писание говорит, «Всякое дерево, которое не приносит доброго плода, срубает и бросает в огонь». Из этого яствует, что цель всего монашеского жительства — стяжание плода, то есть умные молитвы. Впрочем, как нужны для дерева покрова украшения листьями, так нужен для монаха и телесный подвиг. Братья спросили Аллу Агафону, «Какой подвиг в монашеском жительстве труднее прочих?» Он отвечал, «Простите меня. Полагаю, что подвиг молитвы труднее всех прочих подвигов. Когда человек захочет излить перед Богом молитву свою, тогда враги и демоны спешат воспрепятствовать молитве, зная, что никакой подвиг столько не опасен для них, сколько опасна молитва, принесенная Богу от всей души. Во всяком другом подвиге, который возложит на себя посвятившееся монашескому жительству, хотя бы он нес этот подвиг настойчиво и постоянно, стяжевает и имеет некоторые упокоения. Но молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом в тяжкой борьбе». Алла Агафон говорил, «Я никогда не поставлял вечерей любви. Принимать и подавать душеспасительные наставления было для меня вечерей любви. Думаю, доставление душевной пользы ближнему заменяет собой представление ему вещественной вещи, пищи». Ава Агафон, когда видел какое-либо дело, и помысл побуждал его к осуждению. Говорил сам себе, «Агафон, ты не сделай этого». Таким образом помысл его успокаивался. Брат сказал Аве Агафону, «Мне дана заповедь, но исполнение заповеди сопряжено со скорбью, и хочется исполнить заповедь, и опасаясь скорби». Старец отвечал, «Если б ты имел любовь, то исполнил бы заповедь и победил бы скорбь». Когда настало время кончины Ава Агафону, он прибыл три дня без движения, имея отверстиями глаза и содержа их в одном направлении. Братья толкнули его, сказав Ава, «Где ты?» Он отвечал, «Предстаю суду Божию». Братья сказали ему, «Отец, неужели и ты боишься?» Он отвечал, «Хотя я старался всеусильно исполнять заповеди Божии, но я человек, и не знаю, угодны ли дела мои Богу». Братья сказали, «Неужели ты не уверен, что дела твои благоугодны Богу?» Старец сказал, «Невозможно удостовериться мне в этом прежде, нежели предстану Богу, потому что иной суд Божий и иной человеческий». Когда братья хотели еще сделать вопрос, он сказал им, «Окажите любовь, не говорите со мною, потому что я занят». Сказав это, он немедленно испустил дух с радостью. Братья видели, что он кончился, как бы приветствуя своих возлюбленных друзей. А Агафон во всех отношениях строго наблюдал за собой и охранял себя. Он говорил, «Без строжайшей бдительности над собою человеку невозможно преуспеть ни в какой добродетели». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...